Привет всем жевжикам, любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, Sid Meier's Civilization 6, божество, стандартная скорость, мапуче. Если вы не видели начало, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала все видео видят, все серии видят сразу, то видео видят как-то масло масляное. Ну что ж, ничего так получается, кстати, на удивление не так долго, как я думал. Давайте глянем... Ух ты, Халецкий даже вообще в темный век вышел. Ну это, конечно, проблема, потому что я потерял плюс 10 против него. Давайте в этот раз мы, наверное, все-таки монументальность возьмем. Мне кажется, мы тут районы больше будем строить. Вопрос, смогу ли я теперь Антхардхом захватить без плюс 10. 10 у меня сомнения теперь. Так, давайте вообще думать, как там тут лучше действовать. Могу я этим... Мечником здесь полечиться? Самое интересное, что у меня, смотрите, город не отваливается больше. Вообще. Кайф. Ну вот это, то, что у меня два города используют, это, по-моему, не дает дополнительно очков. Сейчас, конечно, проверю. Но, по-моему, не должен. А, где тут я? Да, только плюс 2. Как давал, так и дает. Так, здесь... У меня уже... У меня все мечники апнуты, да? Блин, ну больно отходить. Может пойти тогда другой город какой-то брать? Давайте пока встанем. Махетка. У него вообще все города без стен. Ну, там 44 сила, а тут-то 29. Давайте попробуем этот взять. Я вот так подойду и тут апнусь. От дальнобойных атак. Так, давайте обстреливать, пожалуй. Так. Сюда остановимся. Так. Стену он вообще нигде не строит. Видите, оно видно было бы, если бы он начинал стены строить. А так просто не видно. Значит, можно сюда, наверное, подойти. Сюда подойти. Ну, через реку больно атаковать. Он явно сейчас мечником кого-нибудь, да, проатакует. А, он только этого может. Ну, или коляску. Наверное, коляской постоим. Ну, то есть то, что у них в Золотом веке, означает, что у меня города не отваливаются, но при этом я не знаю, как мне остальные его города взять. У него вообще их 4. Вот это 3 основных, несомненно. Наверное, 4-й где-то там будет. Так, тут пока стоим. Так, вот этим рабочим давайте. Что он вообще тут обрабатывает город? Он, наверное, и расти может, в принципе. Тут же нормально с жильем. И я открыл... Ученичество. А, слушайте, я же хотел лапнуться. Блин, я совсем забыл. 150 стоит. А, даже железо не требуется. Слушайте, надо в латников апнуться. На самом деле. Я продам какие интересы за деньги. И так как железо не требуется, типа тут уже железо есть в мечниках. Да, точно. Точно, точно. Черт, ну я тут ходы потратил, получается. Забыл, что я делал прошлым этим ходом. Так, давайте, кому будем продавать? Вот у русского есть, у испанца есть деньги. У лошадей, я думаю, он хочет 10 штук. Так, а по одному, если мы будем продавать, сколько он? 5 монет однократно. Но если 5 предлагать, то он меньше, он не 25 явно предложит. Типа на одну монету меньше. А если 10, тогда, наверное, 47 получится, видимо. Точно. А 48 нет. Нет, 48. Так, ну давайте 20 за 98. Тогда давайте просто по 10 два раза по 49. Вот так нормально пойдет. нет, видите, тут он уже не хочет 49 мне предлагать. Нет, тогда жалко. Давайте еще гляну, могу ли я с кем-нибудь свинками поторговать. Нет, не могу. Так, хорошо. русский. Тоже можно ему... На наймую железо, наверное, можно предложить. 10 за 49. Как насчет такого? За одну монету, за одну монету, понятно. Ну, у него слишком много железа. Окей, а лошадей? О, тут он готов. Так, хорошо. Кто железо еще хочет? Я думаю, немец не откажется. Вот за 34 сколько ты примем. Так, ну, пока, пока, наверное, все. Но 150, видите, я смогу уже апнуть вот этого, наверное, апну в латника. Так, все, никак не могу. Пошли в инженерное дело. Стены я следующим ходом смогу. Я поставлю карточку и где-то стены быстро построю. Вопрос только, наверное, в сторону инка надо. Или здесь вообще. Кстати, а может реально вот здесь просто уже начать стены строить? Поставлю карточку и дострою. Тут же нам... Тут же я гавань хочу строить в любом случае. А гавань-то... А, так, подойти гавань и откроем. Слушайте, три хода гавань. Что я тут жду? Так, здесь обработаем камень, потом пшеницу, потом рыбу. Конечно, хочется и серебро присоединить, но слишком много денег это потребует. Как и черепаху хочется присоединить. давайте, наверное, вот сюда пойдем свиней еще обработаем. Плантации у меня больше нет, у меня же на плантации... Так, ну, в принципе, я вижу, как мы тут можем убить кхмера. То есть, латники это как раз наш выбор. И он тут пока... Ну, тут мне сейчас бы только вот этого тяжелую колесницу не убили. Так. Давайте за инка проголосуем. Я надеюсь к инку отправлять. Ну, расширяется под влиянием культуры мой, предположим. Тут вообще не угадаешь, за что будут компьютеры голосовать. Просто пока особо не трачу. Кстати, я когда захвачу столицу кхмера, мне бы так, к неизвестному игроку и неизвестный игрок. Зашибись. Мне бы... Так, сменяем политический курс. Наверное, вот сейчас ставим вместо дополнительных ресов. Может, тут строителей убрать, я вот думаю. Подожди. Какие тут ГГшки появились? Куда-нибудь первого посла? В Женеву Унсу? Нет, наверное, никуда я первого посла не хочу. Точно тут на оборонительных зданий ставим. Ксили против никаких районов нету. Против если юнитов нету. Создание строителей. я бы, оставил. Хотя другой стороны я не делал никаких строителей. Ладно, наверное, караван поставим пока. Там у меня будут еще караваны. Плюс четыре к деньгам это неплохо. Так, дополнительный я бы, наверное, больше брал губернаторов именно из-за способности мапучи. Так, тут четыре хода получается стеночка. Отлично, открываем гавань как раз и начинаем инженер. Так, гавань я сказал. Потом инженерное дело, потом машиностроение. Так. Лучника апплы. Он даже не вышел, не проатаковал ничего. ну давайте я разграблю здесь. Нет, давайте я вот так подойду апну в лапника. Так, есть. Неплохая атака будет. Здесь разграбим, чтобы полечиться. Разграбим, чтобы полечиться. Стреляем. Подхожу сюда. подхожу сюда, стреляю. Подхожу сюда, не стреляю. Так, мне надо какого-то мечника к себе на территорию еще апнуть. Наверное, вот этого. Значит, в следующем ходу у меня будет 80 монет. Мне еще надо, значит, 70, да? Инк. Что-нибудь хочешь купить? У тебя лошадей мало. Как насчет 10 лошадей? за 49? Да. Ну, принимаем. Вообще, лошадей не строю. Как насчет железа? Вот, за все твои деньги. 6. Нормально. Принимаем. Так. Типа, уже на следующий ход у меня будет. Что, апнуть? Давайте, наверное, прямо вот сюда отойду сразу. Атаковать он тут не сможет через реку? Или сможет? Блин, реально может, наверное, этого лучника убить. Черт, тут просто дорога. Да не, ему нужен еще все-таки через реку, чтобы пройти. Водяную мельницу ремонтируем. Тут рост пока. Мне, кстати, я вот не очень понимаю, как мне тут лучше будет развиваться. У меня же все мои губернаторы в чужих, в захваченных городах в три раза больше дают. Вот, смотрите, плюс 5% производства и культуры и плюс 10% боевого опыта всем юнитам. Но утраиваются для городов неоснованных мапучи. Плюс еще в пределах девяти клеток плюс 4 лояльности. Ну, это тут классно будет влиять. Просто вот Виктор тут сядет и будет плюс 15% к производству давать и культуре. тут пока лояльность низкая, как только восстановится тут как бы очень неплохо будет в этом городе. Так, поэтому мне, наверное, надо Вимайапуру сейчас брать нового губера, только вопрос кого. Я бы Рейну взял, чтобы быстрее клетки присоединялись. Это способность Рейны. Ну, кстати, и в Кахоке еще. Ну, в Кахоке тут сначала надо какой-нибудь квидук построить, чтобы это нормально вообще было. В певине. Давайте, так он все равно вырастет. Тропический лес восстановлен и бонусы здесь клетки добавляются. Все вроде неплохо пока выглядит после оборонительной тактики. Ну, в исторические хроники пошли. Нужен ли мне мистицизм? Я думаю, пока нет. Пока нет. Идем в исторические хроники. У нас тут появились кампуса. Три, два, там еще строится на четыре, то есть я плюс получу к науке. Неизвестный игрок достроил храм. Не, он вообще, он просто не выходит из городов. какой-то кризис. Ух ты, военный кризис против меня. Ну, я не думаю, что инг и я даже не знаю, кому он вы... Ну, по-моему, с дружбой это не... Или может там все-таки... Кто там мог голосовать? Мне просто интересно. А, испанец мог. Ну, жалко, что не прошло. Кстати, я бы, наверное, получил какой-то бонус также против неизвестного игрока и Филипп... Ну, тут принят, что он... за то, что он захватил город-государство. И против него... Кто против него? Неизвестный игрок и неизвестный игрок. Интересно. Так, ну что? Харри Харалая атакуется. Очень даже неплохо атакуется, я вам хочу сказать. Качнули. Так, тут просто атакуем луками. Не, я там, понимаешь, там прокачки другие на то, чтобы городами атаковать луки. Луками атаковать города. Но пока что есть. Так. Давайте пробовать. Подвожу пока сюда мечника. Следующим ходом встану сюда и его апну. Этим мечником наверное просто встану пока здесь. Ну, я не могу, мне кажется, этот город пока захватить. Я вот на Харри Харалай сосредоточусь, потом на этом. Благодаря тому, что темный век у Кхмира, а у меня нормальный, я как раз все города могу удержать. Плюс еще способность, видите, от... Ну-ка. Да, плюс 15%. Ну, сейчас минус 25% от низкой лояльности, но это восстанавливается, видите. Хорошо, все путем. Не, коляска нормально стоит. Я не хочу атаковать город, наверное, или проатаковать. Слушайте, а что откладывать? Он просто сейчас встанет в город мечником, увеличится сила города. Зачем откладывать? О, тем более повышение. Я в следующем ходом сюда встану коляской, чтобы... Ну, в осаде, чтобы город был. Все, кстати, не так уж и плохо. Так, наверное, пшеницу обработаем, а потом рыбу. Провел город, провел дорогу, точнее, в Кахокий рынок. Просьба о помощи началась, но это не для меня. Нгулу. Может Нгулу как-то расти вообще? А, 22 хода это слишком дофига. Тут надо реально водяную мельницу еще построить. Вот после кампуса водяную мельницу делаем. Так, зал для приемов строится, производство. Да, все верно. Рынок. Ну, не знаю, тут, наверное, можно не ставить на рост, потому что слишком долго. Пускай лучше рынок быстрее построится. А он так и так шесть ходов. Тогда оставим. Стены, три хода, все верно. 7-7. Так, тут слишком низкая лояльность, да? Но она постепенно тоже установлена. Удивлен, как я думал, отвалится по лояльности город. В итоге, видите, у меня получилось на тоненького, там буквально один ход оставалось. Пока тут ничего не строится из-за того, что не хватает лояльности. То есть, она даже тут библиотеку успел мне кхмер построить. Ну, я удивлен, конечно, отсутствует стену кхмера. Он где-то слил свою армию прошлым ходом. Нет, такое я не хочу соглашаться. Класс, он мечником вместо того, чтобы встать в город атакует моего этого. А может, сказать, тут зона контроля была, правда. Это, наверное, зона контроля, да, он не мог встать в город. Сейчас мы подумаем, менять ли мне к обороне от дальнобойных атак берем. Видите, в осаде город. Встали здесь. Тут, пожалуй, разграбим, чтобы полечиться. О, арбалет, это неприятно. Ну, попробуем его убить. Да, это очень хорошо, что у него нету стен, иначе бы они сейчас стреляли, как арбалеты, понимаете, да? Да, надо мечником убивать. Ну, я тут, наверное, отойду полечиться. Мне надо сохранять свои арбалеты, свои лучников, потом тоже арбалеты сделать. Так, а здесь становимся сюда, и, наверное, надо, опять же, поторговать. Еще одну гуэшку захватили. Поторговать, чтобы мне нужно 110 монет. есть у Германии. 111. Все свои деньги Германия. Хочешь мне отдать этих всех лошадей своих. Нет, слушайте, это как-то много, там за сотку он меньше хотел. Давайте 20, 10, и соточка. Так, кого будем уменьшать? Давайте у меня железо больше капает, так что лошадей давайте уменьшим. Принимаем. Так, и а, так, стоп, я сейчас хочу апнуть, да, мне надо еще 10 монет. Наверное, я бы испанцу, не испанцу, если русскому, наверное, продал, хотя он против в Германии воюет. Захватил ли он уже какой-нибудь город? Нет. Но немцы 98 силы всего лишь. Может испанцу лучше. Так, мне нужно за 25 готов был 10, ага, железо ему уже не нужно. Так, лошади, три лошади за 10 купишь? купит, отлично. А за 12 нет. Ну, мне, собственно, 10 и надо. И ап в латнике. Да, кстати, вот то, что латников они сделали, это очень в тему, потому что помните, как раньше было до патча, когда не было латников, то следующее, это только мушкетеры. И получается, я мечниками, вот, сейчас бы у Хмера тоже были мечники, и я ничего бы не мог сделать просто. так, водяную мельницу отремонтировали, амбар, тоже крутой город, с мачу-пикчу, или амфитеатр строить. Нужно ли тут строитель? Тут строитель у меня и так бежит, в принципе, с двумя зарядами, обработаем трюфеля, и потом, наверное, еще лошадей обработаю. Ну, что, амфитеатр строить? Или амбар? Это, наверное, амбар все-таки. Сейчас-то город не особо будет расти, пока он захвачен, но потом... Так, вот тут я хотел... Сколько там стены осталось строить? Два хода. Не, наверное, на стену пока оставим. Как раз у нас за два хода к историческим хроникам построится. Норм. Так, ну все, мне тут все нравится. сейчас он точно в город встанет. Но мы уже готовы. Два латника, я думаю, это норм сила. Так, подожди, тут нету болота. Я просто хочу, наверное, на этим латникам сюда встать, чтобы этот еще мог подойти. Да, наверное, давайте так. Да, нормально. Так. блин, да мы и так наверное его берем. Похоже. А у меня с Женевой война началась. так, ну тут у меня не проатакует он на болоте юнит, так что мы просто постоим, наверное. Но следующим ходом город падает. тут продолжаем обстреливать Анхардхом. Он, значит, там получается строит... Давайте разграбим акведук. Дополнительно золото для апгрейда мечника очередного. Тут лечимся. Тут рыбку обрабатываем. Мм, кайф. Так, подожди, а что мне этот... А, тут жилья не досталось. Я думал, построилось уже что-то. Ну, лояльность тут восстанавливается. Здесь уже ушло минус 25% видите от лояльности. Наоборот плюс 2,5 и тут одна культура. Нормально. Конечно, в три раза отстаем от инка. Ну, у него, конечно, города очень мощные. И с инком у нас, слава богу, дружба. Я надеюсь, будет союз. Я надеюсь, к нему буду караваны пускать. Вот это вот все. Так, вот это, наверное, я не знаю, что это города. Не похоже на американца. Так, значит, у кого-то с кем войны? Может, что какие-то начались? Русский только с немцем, испанец с инком и еще кем-то воюет. Инк вообще с тремя. Вау. Ну, с немцем это ладно. Да, слушайте, Инк, я думаю, со мной долго будет дружить. Он такой тут со всеми война. Зачем объявляет войну? Колизей по чеку так еще и Колизей построил. Нормально. Нгулу знаменит образованность своих жителей. Продвинули инженерное дело со стенами и ставим соседство естественно кампуса. А тут меняем плюс 100 к оборонным зданиям. Может, на лояльность в городах с гарнизоном, чтобы быстрее лояльность в захваченных городах или все-таки вернуть на ресурсы, чтобы деньги откуда-то брать. это, наверное, на ресурсы все-таки верну. Так. Харри Харалайя падает. Ух ты. Ну, тогда тут колясочкой заберу. Отлично. Там Анкарват сам отвалится. Ну, грубо говоря, три города осталось у Кахмера, да? Этот, я думаю, что можно не трогать. Хотя, не знаю, может, там что-нибудь интересное есть. Пойдем трогать вот эти два. Особенно мне, конечно, столица сейчас интересна. Ну, тут просто силы меньше 27, согласитесь. Намного быстрее заберется город силой 27. Надо бы вот этого еще мечника апнуть. Я только боюсь, чтобы мне не убили лучников моих. Ну, судя потому, что, не знаю, может, у Кахмера прописано, что он не строит стены? Я могу только так предположить, почему, почему у него нету стен реально. Минус 2, и 2. Сразу берем еще одного. Лян, наверное, возьму вот сюда в Харри Харалайо. И сразу уже плюс пошел по лояльности. Зашибись. Тут вообще 11 уже. Так, наверное, сюда встану, чтобы проапгрейдить. феодализм. Исторические хроники я уже принял на науку, да, уже 42 науки. И то даже еще Кахмера не догнал по науке, да. Инг, я думаю, в госслужбе. Есть ли у меня где-то вообще вероятность ускорить госслужбе? Я думаю, нет. Феодализм на два действия больше, конечно, приятно, но я бы я бы госслужбу нет, наверное, феодализм давайте сначала. Тут и фермы больше пищи дают, что тоже важно. И можно карточку на рабочих поставить. Тут все круто. Так. Жилья недостаточно на производство. В пряхиве недостаточно довольства и торговать все еще не с кем. Сахар трюфеля. Да, не с кем. Стены построили. Время гавани наконец-то. как и собственно в певене сейчас будет. Ну тут надо будет конечно купить клетку и гавань тоже строить. Так, давайте рыбу обработаем. Так, увы, и все более-менее. Это вообще такой защитный город. Тут бы еще где-нибудь военный лагерь поставить. и вообще вот с этой стороны защищен. С инком надо всегда какой-то союз иметь. Это мне реально хорошо, что инк ко мне нормально относится. Блин, у нас хом 10 жителей. Я даже не знаю, что было бы лучше, если бы он был в золотом веке, у меня было плюс 10, или то, что он в темном и собственно меня не отваливаются эти города все. Так, три хода до арбалетов. Этот лечится, этот сюда идет, этот сюда идет, этот лечится. Он кроват отвалил. И ко мне кстати. Ну, посмотрим, я бы забрал, наверное. Ну, вообще зависит от того, какая там территория. Так, мехами я пока торгую уже, так что давайте пока фермы починим, мной уже и разрушенные. так, а тут я хочу наверное лошадей вот этих обработать последним зарядом. боюсь, боюсь, появление тут арбалета, что он меня все убьет. но я бы брал до конца я бы не прокачивал там пингалу сильно, магнуса, я бы брал до конца всех губеров, играя за мапучи, пожалуй. поэтому возьмем наверное амани и в кахоки так в харихаралая производство чисто и недостаточно тут довольства, это понятно, хотя вон что-то вернулось довольства, плюс один вообще написано, не знаю, что они тут пишут, что недостаточно довольствовать, что-то так, у хмера два города осталось, да, и как ни странно, опять же, это все благодаря тому, что я кахоки захватил, я еще размышлял, стоит ли мне кахоки убрать, а это реально правильным решением, я просто думал, что здесь вот так горы идут, а тут мало того, что не горы, так еще и дорога оказалась, которая позволила очень быстро к Вимайапуре пройти и собственно это все захватить дальше, так, давайте амфитеатр, не появилось арбалетов, пока, интересно сколько будет, ну вообще в арбалет должно очень дорого быть, апгрейд, подвожу сначала юнит, прежде чем атаковать, потому что тут по идее должно быть за соседство с юнитом, нет, нет, ну тогда при защите если его будут атаковать, да, но это падает, я думаю даже наверное нету смысла сюда третьего латника везти, лучше сразу конкор тхому, кстати мы не сможем анхардхом взять в осаду, потому что он на море стоит, надо еще и с моря чтобы юнит какой-то был, а у меня ничего подобного нету, да, может заодно пойти и Женеву еще нету, тут 49 со стенами это тяжеловато тут два хода пускай вырастет в кахоке в кахоке можно тоже подрасти нормально блин, там кто-то захватывает анкар ват кто-то захватывает чтобы он ко мне отвалился ну-ка с Японией какие варианты торговли никаких 39 45 что по городам ого а вот кто вот кто Голландию то забрал Немигин Амстердам Харлин Гаага 4 города Японец забрал без шансов для Голландии следующим город ходом город падает тут я наверное отойду чтобы апну следующим ходом кого-нибудь да в арбалет я апну хотя япония какие-нибудь ресурсы мои хочет железо хочешь вот за соточку например да ну я бы все железо ему продал как мы там считали блин 10 железа за 49 они покупают да давайте так попробуем так дальше еще 10 тут уже меньше он будет плать нет готов 49 кайф миш надо за что-то арбалеты апгрейдить вот тут уже меньше а может какой-нибудь другой готов инк например нет видите ладно не хочу тогда пока я же не этим ходом апгрейдж правильно поскакали починили атаковать нет я бы постоял пока я бы уже просто тут лечится каждый ход город понимаете я бы уже атаковал всеми юнитами ну сразу сильный удар чтобы был сколько тут торговец 6 ходов я бы наверное торговца в нгулу построил а здесь уже начал бы промышленную зону пока на плюс 2 но надо строить ух ускорены гильдии два рынка ну что ты построишь еще одного арбалета почему вы так игнорируете науку и искусство потому что я на уровне служить и божество играю ты о есть арбалет вот кати тоже к вопросу чтобы не атаковать как раз я лучше арбалет сейчас убью есть арбалеты тут мы захватываем город ой блин я а я хотел разграбить ферму чтобы полечиться здесь нет так у меня не хватает скорость так давайте мы наверное так встанем так встанем как раз разграбим ферму чтобы полечиться тут подходим давайте амбар починим монумент построим здесь ну не должен меня коляску убить а вот это он может убить ну если обстрелять например арбалетом и добить мечником так сколько стоит арбалет 250 ну мне нужны деньги вот я вижу деньги у России помогите бедным индейцам как насчет трюфелей прям все готов отдать так все можете лошади лошади не нужны а ему и лошади не нужны только деньги готов давать хорошо а очки о давайте еще одно дипломатическое очко получим 246 это уже один арбалет так у кого еще дофига денег у немца ты наверное тоже хочешь за сахар мне кучу денег дать нет не кучу почему-то хорошо а за всех лошадей вот за лошадей готов добавлять что-то мировое влияние ему не особо интересно хорошо а если я тебе трюфеля дам ну вот так меня устроит ладно все равно их торговать некуда тебя скорее всего заберут скоро так еще один арбалет и нам еще 110 бы где-то взять да хм у у инка но инку мои да инку мои вот эти все не нужны поэтому это только у японии если ну ну серьезно а сколько ты мне дашь даже даже сотку не дает ладно давайте тогда не торговать следующим ходом попробуем там еще нельзя пойдем пока лучником сюда не знаю отступать мне колесницы и не отступ показалось что он начал стены строить нет показалось это только показалось я бы наверное отступил вот так хотя я вот и так мечников давайте наверное сюда отступим блин почему он туда ушел я вот сюда нажимал так вот тут никого не ну хотя этого могут убить еще эту коляску обработаем меха построим рынок тут кстати можно уже больше не расти давайте на производство здесь торговца построил лодяную мельцу чтобы хоть как-то город рос совсем грустно и пора строительство открыть конечно после строительства математику и вообще пора бы и две галеры сделать скар ну ну надо сначала гавани с маяками построить нет цари не убил они поменялся местами я говорил что он поменяется местами но это кстати снижает силу города видите было 44 стало 34 ну что ставить новые строители два действия получают или пока на производство я тут как-то не планирую пока строителей делать если сюда встану я смогу разграбить клетку не смогу а жаль давайте сюда кстати я неправильно походил надо было сюда идти тут атаковать двумя юнитами этого мечника ну ну да ладно просто разграбим территории чтобы полечиться чтобы полная сила была у юнитов стоим пока арбалетами нету смысла выдвигаться чтобы обстрелять как еще раз говорю если вы не можете город в осаду взять то лучше подождать и мощный удар единоразово нанести постоим тоже тараном так нужно еще 80 монет для следующего апгрейда может все-таки японец что-нибудь еще даст одну монету за сахар кто-то жадный вам не кажется так вот тут за десятку 49 пройдет да да на миг эти повезло что у меня железо так нормально еще проходит отлично так все мне теперь хватает на ап конечно наемники уже недалеко но это пять ходов то есть дешевле было бы апать арбалеты но извините пять ходов это пять ходов а нам надо к этому моменту уже просто закончить ну пошли в госслужбу уже да вот я один ход местицизм открою чтобы карточку сто процентов поставить на галеры когда я вот здесь гавань и маяки сделаю монумент святилище квидук квидук только в одном месте тут ставится пока ну я бы тут наверное кратис строителя сделал почему мне библиотеку строить у меня нету послов в научных городах государствах и пожалуй ничего не меняю так слушайте у меня дофига железа может еще кому-нибудь продать например немцу ему даже можно пять штук за двадцать монет продать смотрите страна у меня сорок два железа девять лошади у него сорок два девять нет он не готов но остальных все есть ладно раз есть не будем настаивать на два с половиной производства и одна культура чисто тут губеров то есть у меня на самом деле получается опять он поменялся местами но это прикол какой-то зачем что-то делает компьютер ну и сейчас мы убьем этого арбалета наверное вот так даже сделаем все окружаем город следующим ходом начнем в общем-то да можно уже сейчас выходить тут он уже ничего так он убрал арбалет то он мне ничего из города не сделает серьезное моим арбалетом что можно и по обстреливать в общем-то выполнили обещание как как хокке 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 2 производства то есть у меня сердце моей империи будет здесь вот как бы переедем жить к хмерам потому что здесь губернаторы больше дают что что там за японский иудаизм торговые пути дают но это кстати мне это не дает это только ему и мечети ну такое себе честно говоря не знаю но тут я уже не буду наверное продавать тем более если ни у кого денег нету особо мне тут так сильно уже этого 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 лучника апать в арбалет не требуется не не хочу сейчас атаковать или проатаковать не а то уже когда четверо латников смогут атаковать тогда и будем атаковать наверное свиней давайте обрабатывать всегда ресурсы важны так торговца этих всех ребят мы будем к инку отправлять я надеюсь на союз с ним это единственное право прохода нет пожалуй это единственное юнит который остался у хмера пошла атака так тут я вылечусь пока следующим ходом будем не буду пока уровень брать хочу атаковать блин а может мы наверное могли его забрать этим ходом черт а тут вообще то есть я мог сюда перейти отсюда проатаковать город этим проатаковать мы бы забирали его ну ладно что поделать следующим заберем так начинаем отправлять все к инку караванчики есть торговец наверное надо акведук поставить так тут да давайте на производство переключу побыстрее гавань сделается есть монумент кампус построен давайте строителей говорил что не хочу строителей строить а сам начал ну тут видите много леса так ну давайте военную инженерию потихоньку открывать там селитру увидим так ему нужны кони друзья может ты давай мы вот так сделаем так плюс ты мне все деньги отдашь одно золото вход готов давать три и пять готов на этом и остановимся хотел у меня лошадей купить купил сахар инки осудили Россию они там кстати Россия не забирает города у германии да Ахин и Берлин взят ну короче немцы там тоже сносят похоже так напоследок прокачаем арбалетики акту по моему есть хитпоинт если у города нету хитпоинтов то обстреливая его юнит не получит опыта так ведь он получил опыт все минус к мер поражение это урок смирения буду молиться чтобы вы тоже усвоили этот урок типа чтобы я тоже потерпел поражение но честно говоря он потерял поражение просто не построив стены и слив в начале где-то всю армию о кого-то ту ну а нидерланды видимо кстати анкарват ко мне присоединился подождите то есть вот этот он поставил здесь то есть я бы его не брал а можно его уничтожить давайте я откажусь от него наверно будет вольным а потом пойду уничтожу но он ну это не в тему с этим стоит прям рядом с этим с кампусом ну шо за дела стен вроде у него нету наверно женеву еще заберем чё уж тут женеву точно можно взять я думаю и такая империя у меня прибрежная мапучская красиво красиво ну что ванхард хом пересадим пингалу как вы думаете мне кажется ванхард хоми пингалу круче выглядит будем постепенно туда переезжать жить ушло счастье из-за того что я убрал губернатора монумент амбар водяная мельница потом акведук отремонтируем на этом волнительном моменте уничтожение другой цивилизации давайте закончу эту серию продолжение будет завтра спонсоры канала могут посмотреть его прямо сейчас в вкладке сообщества ну и напоминаю про клипы пожалуйста не забывайте делать клипы и бросать их в виде ссылок в комментарии под это видео потом я из них сделаю такое маленькое видео спасибо что досмотрели играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока